Друзья, я очень ждал конференции Биткоин 2022 в Майами и рассчитывал, что нам дадут повод для того, чтобы развернуть рынок. И там действительно были очень крутые новости, и параллельно с этим были непонятные, я бы даже сказал абсурдные поступки, которые во многом испортили все впечатление. Сегодня я подготовил выдержку заявлений с этой конференции. Скажу сразу, для долгосрочной перспективы Биткоина и других криптовалют это очень и очень хорошо. Так что я буду про все рассказывать по очереди, а вас попрошу поддержать лайком и не отвлекайтесь. Все началось с презентации новой версии статуи, которая является модернизированной копией легендарного БК с Уолл-Стрит. Вообще, во время подобных конференций часто устраивают нечто подобное. Я помню, как в 2018 году на конференции Consensus 2018 в Нью-Йорке проводились подставные митинги якобы банковских работников, которые потеряли работу из-за перехода клиентов на криптовалюты. Правда, есть интересный нюанс, на который также стоит обратить внимание. Копия Биткоин БК оказалась неполной. Одну крайне важную деталь почему-то упустили. Давайте теперь по спикерам. Президент Сальвадора Наиб Букеле приехать не смог из-за обострения криминогенной обстановки в стране. Но зато был один из основателей PayPal, миллиардер Питер Тиль. Напомню, что PayPal уже предлагает услуги с криптовалютами, и от него можно было ждать какой-то крутой анонс. Однако его не было. Более того, Тиль устроил своеобразное стендап-шоу и рассказал свой список врагов биткоина. На первое место он поставил Уоррена Баффета, главу инвестиционного гиганта Бергшир Хэтэуэй. Второе место досталось Джейми Даймон, который возглавляет JP Morgan. И почетное третье место занял генеральный директор топ-1 компании по количеству активов под управлением BlackRock, Ларри Финг. В общем, Питер Тиль сыграл роль капитана очевидности, который вспомнил старые высказывания этих людей, когда они критиковали биткоин, а еще обвинил центральные банки в том, что они медленно продвигают цифровые валюты. Лично мое мнение, что с таким выступлением лучше было никуда не приходить, просто какая в нем польза, кроме как толпу повеселить. Если я не прав, можете доказать это в комментариях. А я для Тиля напомню, что несмотря на критику биткоина, JP Morgan и BlackRock уже проводят различные операции на рынке криптовалют, а Бергшир Хэтэуэй недавно купила долю в банке, который также продвигает криптоуслуги. О плохом рассказал. Теперь будем говорить о хорошем. И начнем с совместной панели Кэти Вуд и Майкла Сейлора. Глава, Арк Инвест, Кэти Вуд и генеральный директор Майкростратеджи, Майкл Сейлор, вышли на сцену вместе и говорили о долгосрочной перспективе биткоина. Кэти подтвердила свой долгосрочный прогноз по биткоину. Ее фонд, к слову, держит акции, связанных с криптовалютами компаний, и делает на них большую ставку. Также она повысила свой прогноз с 500 тысяч долларов до 1 миллиона долларов за биткоин в 2030 году. В ее понимании такой рост обязательно произойдет, потому что биткоин – это первый действительно новый финансовый актив за последние 100 лет. К тому же он не похож ни на что остальное. Текущий уровень проникновения биткоина в капиталы институционалов крайне небольшой. И если к 2030 году хотя бы 2% их денег перейдет в первую криптовалюту, тогда цена может достигнуть миллиона долларов. В свою очередь Майкл Сейлор сказал, что когда его компания начала покупать биткоины, многие ждали, что его уберут с поста генерального директора. Но они покупали и покупали еще больше криптовалюты. И затем совет директоров понял, в чем заключается их стратегия. Ведь они привлекают доллары очень дешево и вкладывают их в актив, который дает самую большую доходность на современном рынке. Это, к слову, подтверждается цифрами. Напомню, что недавно Майкростретеджи взяла кредит в банке под залог биткоинов и купила на эти средства еще больше криптовалюты. Теперь у них 129 218 биткоинов, а средняя цена покупки равна 30 700 долларам. При текущей цене они в очень неплохом плюсе. Также Сейлор рассказал, что он ждет повсеместного принятия платежей через Lightning Network. Кто не в курсе, это второй уровень блокчейна биткоина, где можно проводить мгновенные бесплатные платежи. В его понимании, в будущем компании будут выбирать партнеров по принципу, используют они Lightning Network или нет. И кто останется в прошлом, с тем просто не будут работать. К слову, у Lightning Network биткоина во время конференции появились две действительно классные новости. Первая, что интернет-компания Shopify интегрирует в свои приложения платежи через Lightning Network. А вторая, что разработчики Lightning Network получили от инвесторов 70 миллионов долларов на проект, который добавит в блокчейн биткоина собственный стейблкоин. Как видите, есть крутые новости. Но это еще не все. Самое интересное я припас на финал видео. И коротко обращусь ко всем, кто впервые заглянул на канал. Сразу под видео есть ссылка на Coinpost Telegram. Там есть все главные новости по криптовалютам и не только. Обязательно подписывайтесь и будьте в курсе всего происходящего. Пользователи платежного приложения Cash App, которое принадлежит компании Блок, Джека Дорси, получили новую функцию – автоматическое инвестирование в биткоин. То, что нужно для тех, кто использует стратегию инвестирования, когда просто регулярно покупаешь биткоин на фиксированную сумму. Но это не единственная новость от Джека Дорси. Его компания также разрабатывает асик-майнеры нового поколения на базе также новых чипов от Intel. И им найдут реальное применение. Ведь объявлено о совместном проекте Tesla, Блок и Блокстрим по строительству майнинг-фермы в Техасе. Блок поставит свои майнеры. Блокстрим возьмет на себя программную часть вопроса. А Тесла обеспечит это все солнечными батареями и генераторами. Так что подозрения о том, что Илон Маск в 2021 году наехал на майнеров только ради того, чтобы расчистить себе место в этой индустрии, оказались совершенно верными. Интересно, как компании будут делить между собой заработанные биткоины? Ведь все три из них держат первую криптовалюту и могут просто добавлять ее к инвестиционным активам. И последняя новость о том, что еще две страны приняли биткоин в качестве средства платежа. Речь идет о Гондурасе и Португалии. Надо сделать оговорку, что они не решились идти по стопам Сальвадора и разрешить платить биткоинам по всей стране. А сделали это только в специальных экономических зонах. Речь идет об острове Раатан в Гондурасе и автономном регионе Мадейра в Португалии. Также ходят слухи, что власти Мексики рассматривают вопрос использования биткоина, хотя бы на территории регионов, где население не имеет нормального доступа к банковским услугам. А таких людей в Мексике 67 миллионов человек. Так что процесс принятия биткоина государствами продолжается. И то время, когда его начнут включать в резервы центробанков, обязательно настанет. Вот такие новости с конференции Биткоин-2022. Они крутые и про долгосрочную перспективу. Поэтому просто следуем совету Майкла Сейлора, то есть никогда не продаем биткоин. Буду признателен за вашу поддержку лайком или подпиской. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост.